Сегодня у нас шестая беседа с Юрием Васильевичем Буртаевым. Мы в конце пятой беседы договорились о том, что поговорим, скорее всего, о систематизации и классификации фундаментальных структур материи, или того, что раньше называлось элементарными частицами. Надо, может быть, прежде всего сегодня сказать, что самое главное, то, что сделано у Юрия Васильевича, это вскрытие адекватной природы структуры вот этих самых, так называемых, элементарных частиц. Правильно говорить, фундаментал. И вот это очень резко отличает концепцию Юрия Васильевича от того, что принято сейчас в современной науке. К примеру, электрон считается бесструктурным, мион считается бесструктурным. А у нас, у Буртаева, и я его поддерживаю в этом, и электрон имеет структуру, и мион имеет структуру, и фотон имеет структуру. И вот тут, может быть, надо предварить разговор о систематизации и классификации в некотором соображении. Вот как получилось, например, что принципиально в современной парадигме не имеет структуру фотон, потому что он в соответствии с теорией относительности движется скорость света. А раз он движется скорость света, то его нельзя остановить, даже мысленно. Отсюда получается, что если я говорю о структуре фотона, я как бы перешел в систему отчета, где он покоится, тем самым я его остановил. Раз это невозможно, то он не должен иметь никакой структуры. А как же тогда быть с этими экспериментами, которые вроде бы подтверждают теорию относительности? Например, время жизни нестабильных частиц больше в состоянии движения, чем покоивающихся. Так вот, видимо, как раз эти эксперименты можно интерпретировать обратным образом. Можно их интерпретировать как доказывающими то, что существует структура. Например, если у нас мион – это колебательно-вращательный процесс в субстанции, и мион начинает двигаться в субстанции, то получается, что мион движущийся и мион покоящийся – это не один тот же мион. – Естественно, конечно. – Да. – Качественно устойчивость движущегося предмета намного больше, а уже это там начинается в каком объеме больше, чем покоящегося, если он неустойчивый, в принципе. Поставили волчок, он упал, закрутили – он движется какое-то время, это естественно. – Ну да. То есть, вот как раз интерпретация экспериментов, которые трактуются в пользу теории относительности, состоит в том, что считается неявно, что вот частица покоящаяся и частица движущаяся – это одна и та же частица, потому что они не видят вот этой субстанции, вот этой среды, которая заполняет все пространство, и не понимают эти частицы как колебательно-вращательные процессы, как вот эти динамические структуры субстанции. И таким образом, если у нас эта структура начинает двигаться в среде, в этой субстанции, то естественно, что у нас скорость света постоянно, то есть скорость, которая передается в возбуждение субстанции на и та же, но если частица покоилась, то у нас были одни расстояния, а если надо двигаться, начинают они другие. – Естественно. Размеры уже меняются, устойчивость меняется. – И время жизни меняется. То есть, короче говоря, можно эти эксперименты интерпретировать прямо предположим образом, именно в пользу структуры. И как раз именно в виде структуры, я так понимаю, что именно в виде структуры можно говорить о систематизации. То есть, если мы не видим структуру, то мы и не сможем классифицировать, систематизировать. Я правильно понимаю, Юрий Васильевич? – Абсолютно. Андрей, вот мы рассмотрели самые устойчивые или абсолютно устойчивые объекты природы. Ну, нейтрино, фотон, электрон, более-менее устойчивый ион и, в абсолютном случае, протон нейтрон. Протон нейтрон и два объекта, два фундаментала. Это мион и пион, которые были обнаружены раньше всех других и обладали наибольшей устойчивостью. Поэтому они были обнаружены. Однако вот есть одно небольшое замечание. Предсказать существование миона и пиона до их экспериментального открытия никто не мог. Никаких предпосылок в теории, которая предсказывала бы существование вот этих объектов, абсолютно точно существующих, квантовой парадигмой не могла. В ней не было никаких установок на то, чтобы каким-то образом предсказать вот эти объекты. Хотя уже были известны и электрон, и позитрон, и протон, и нейтрон в 1932 году были обнаружены. Но ЮКАВы вроде как предсказали, на основании взаимодействия нуклонов внутри ядра. Якобы. Ну, такое было предсказание качественное. Значит, в чём-то он был прав, а в чём-то абсолютно не прав. Значит, вот это такая некоторая идея, у которой были основания какие-то по размерам ядра и, соответственно, взаимодействию частиц, которые в этом ядре, которые приводили на основании формы планка вот к этому объекту, к обменному ядерному взаимодействию посредством каких-то вот таких передатчиков взаимодействия. Но это уже другая тема. Это закончилось до мировой войны. После войны в 1947 году начались более детальные исследования космических лучей на основе уже существующих объектов и было установлено опять непредсказуемо существование некоторых вилок. Две вилки. Одна пара пион-пион, а другая пара нуклон-пион. В камере Вильсона? В камере Вильсона при изучении космических лучей. Две вилки. И вот это было 1947 год. Батлер, ну и ряд других лабораторий, которые изучали вот это взаимодействие лучей, они получили некоторые треки, которые нужно было интерпретировать. Соответственно, после 1947 года как будто бы открыли ворота и стали все более и более экспериментаторы получать новые данные о каких-то объектах. Ну, Ферми получил в Чикаго сведения экспериментальные о дельта-резонансе, вот другие участники экспериментов получали некоторые другие данные. И эта лавина, которая постепенно увеличивалась, вызвала некоторые необходимости о том, чтобы как-то это обосновать, интерпретировать, обосновать, описать, ввести в какую-то единую систему. Ну, и поначалу было такое недоумение, зачем все это нужно, да? Да. Кто заказал меон, говорил, да? Да. Но Салам и говорил, вообще он никому не нужен. Это какой-то, значит, элемент, который не вписывается в общую картину, какой-то типа урода. Но он потом взбавлял. Но, наверное, это не может быть просто так. Наверное, будет какая-то идея, которая подскажет, что это необходимый элемент и является существенным элементом всей системы вот этих элементов. Он это предсказывал, Салам. Хотя он не, вроде бы, поначалу отрицал его значение, но в конце говорил, что просто так это быть не может. И где-то в 1953 году возникла необходимость в какой-то степени систематизировать. Ну, и в 1953 году собралась конференция в таком аргентинском местечке Больер-де-Бегор в 1953 году, на котором был поставленный вопрос. Если таких объектов появляется несколько больше, один из наших ведущих ученых как-то сказал в этот период, что не сезон, то новый мизон. И это длилось каждый год. Как год, так новые объекты, новые объекты, новые объекты. Куда деваться? 1953 год. И решили на этом семинаре или на конференции, что все вновь открытые фундаментальные структуры или элементарные обозначают только греческими буквами. Ну и по этому поводу Энрика Фермина сказал с таким образом. «Янгманин, если бы я смог запомнить наименование этих частиц, я был бы ботаником». По этому поводу Эйнштейн высказался так. Это зоология частиц. Непонятно, что это такое, как в зоологии. Есть насекомые, есть животные, есть моллюски, есть рыбы, есть птицы. А почему, например, друг от друга отличаются волки и кошки, скажем, тигры и собаки, непонятно. Ну да, зоопарк частиц. Зоопарк частиц – это зоология. Зоопарк. А по систематизации зоологии надо систематизировать, как зоологии, королины, на какие-то отряды, группы, в общем, это. С тех пор прошло много времени, было открыто достаточно много объектов. И если в 63-м году, значит, поначалу их систематизировали в так называемых таблицах Розенфельда. Розенфельд был автором таблиц, в которых помещал открытые вновь объекты. Сразу было разделено, значит, имеются некоторые объекты, которые приводили в конечном итоге распада к нуклонам, назвали их барионы или гипероны. И были объекты, которые поначалу, как пион, были средними по массе между электроном и нуклонами, мизоны. И все объекты, которые не были гиперонами и барионами, стали над мизонами. Ну, просто так вот. Хотя непонятно, почему. Их, скажем, энергии покоя было гораздо больше, чем энергии покоя пионы, и даже больше, чем энергии покоя нуклонов. Порядка одинаков и выше их все равно звали мизоны. Такая была тенденция все называть одним именем. Ну и к 63-му году Розенфельд опубликовал таблицы, которые воспроизведены вот этой книжки. Это книжка Шектер, которую я поначалу очень много студировал. Значит, она 63-го года, и в ней воспроизведены таблицы Розенфельда. Ну и случайно мне попались вот таблички такие. Все объекты, которые были к этому времени известны, были сфиксированы на таких трех страничках. Все. греческих букв еще хватало? Пока хватало. Пока хватало. Пока хватало. Но не до конца. Да, но не до конца. Но все равно их было много. Омега, Ро, Сигма, Ламда, З. Ну, то есть уже было на каждый объект была своя буква. Ро, Омега, в общем... И, конечно, какой симпатизации можно говорить, да? Да. Значит, вот в этой книжечке это воспроизведено. Вот, значит, одна мезонная это примерно 20 объектов на одной страничке и примерно 20 объектов гиперонов-борионов. Еще раз, как книжечка называется сам? Это называется автор Шехтер. Шехтер называется теоретическая физика и физика элементарных частиц резонансное состояние элементарных частиц. Какой год? 1963 год. Решение не 1965 виноват, но вот таблица 1963 года Розенфельда. Я ее, конечно, стал означать гораздо позже, где-то в 1986 году, может быть, в 1980-м я это как-то всегда не рисовался. Меня поразило то, что из 20 так называемых элементарных частиц, которые были в таблице Розенфельда и в этой книжке, 5 были признаны то ли ложные, то ли аномальные, то ли какие-то, их в конце концов выкинули из таблиц. Вот уже в этих таблицах, вот уже такая таблица сборная, particle, physics, значит, тут сведения об объектах это 1995 год. Сведения. Их уже нет. Почему? То есть, вот этих частиц там уже нет. Уже нет. Уже нет. Почему? То есть, у Розенфельда есть в 65-м году, а таблица 3-го года, да? А в таблице в 95-го года они исчезли. А это как раз Церновский, да? Церна. Это Церна, да, это Церна. Это компиляция, которая была официальной, которая сейчас в ПДЖ. Сейчас уже в интернете в ПДЖ там, может быть, под тысячу страниц. Там распады только ПСИ, имеет страниц на 10, ЖПСИ распады. В общем, это огромный объем информации. Эксклопедия распадов. Да. Эксклопедия частиц, которые обнаружены распады. Сотни, вот для ЖПСИ больше сотни. Больше сотни. Для ЖПСИ-резонанса больше сотни каналов распада, которые имеют какую-то вероятность распада. Экспериментально определяется эта вероятность. А вот эти точно сейчас отсутствуют тоже, да? А я сейчас расскажу, Андрей. Значит, я зачитался, как же так? В книжке Копылова кинематико-резонансов. Целый параграф. Ложный резонанс. Ложный. Где был резонанс А, Б, С? Тау-725 и А1. Ложный. Почему? Андрей, потому что они не вписывались в систематику, которая следовала из той систематик, которую ввели Гелман и его соавторы. в кварковую структуру не вписывали, да? В кварковую. И более раннюю. Поэтому, немножко вернусь к систематике, которая... Уточните, Тау-725 или К-725, или это одно и то же? Ну, для меня Тау, а для них Ка. А, я понял. То есть... Они пользуются... Это опять, значит, такая мешанина, там и латинские буквы, и большие, и маленькие, а я пользуюсь только латинскими. Греческими. Греческими. А там и латинские, и греческие, в общем... Так вот, после вот 65-го года, где-то в это время, Юджин Нейман, полковник израильский Гелман, Мирей Гелман, написали, значит, книжку «Восьмеричный путь», в которой пытались систематировать все к этому времени открытые объекты. А их было немного, там, Пион, Таун, в общем, некоторые объекты, «Восьмеричный путь». Вообще, шутники были хорошие, «Восьмеричный путь», буддизм. Абсолютно. Да. Да. Ну и в конце написали, что какие-то цитаты из Библии, какие-то цитаты были из Талмуда, какие-то цитаты были еще откуда-то, значит, под такой мифологически, геологической основе, что нет пути более непонятного, чем путь, скажем, сменен на скале и еще что-то в этом духе, в основании «Восьмеричного пути». Непонятно, потому что это вообще что-то такое, «Восьмеричный путь». Через некоторое время были открыты некоторые другие объекты, и, наконец, Горей Гелмал предложил систематизацию. Казалось, что… Убрей Гелман. Убрей Гелман, да. Гелман предложил, что были открыты четыре барионных резонанса, начиная с работ энерикоферами, четыре. Дельта два плюса, дельта плюс, дельта ноль, дельта минус. Дальше были открыты гипероны, довольно устойчивые. Значит, один гиперон ламбда ноль и два гиперона сигма плюс-минус. Три. Четыре. Три. Было открыто два гиперона дзетта. Два. И между ними, между энергиями этих четыре, три и два была постоянная или одинаковая разница масс или энергии покоя. Эквидистантное расположение. На эквидистантное расположение по энергии. От первого, значит, первого, 1230 плюс 150 там, 1390 плюс 50 там, 1530 плюс три. А он предложил, ага, великий пифагорейский треугольник. Четыре, три, два. Причем распады были так, четыре, три, пять. Нет, у него было четыре, три, два, один, и это был декуплет пифагорейский. Значит, было открыто. В смысле, в обратную сторону. Да, Четыре, три, два, один. Одного не было. Одного в верхнем. не было. Эти были открыты, а между ними была разница генетична. Причем было так, Z распадался в Sigma, Sigma распадалась в Delta, и это была закономерность. Ну, и уже прописали понятие странность распада. на Taone и Sigma и Lambda Hyperion странные. Уже этот термин был введен. Значит, были нормальные элементы, а это странные частицы. Поэтому написано несколько монографий, я не говорил. Ну, и при распаде на два пиона прописали, это будут Taone либо T Taone. Тау-Та, проблема Тау-Та. Ну, а Sigma и Lambda значит, это вот отдельно. В чем было обнаружено, что это парами Lambda, скажем, с Taon, а Sigma с Taon. Странность. И распады такие. И Гелман, в силу того, что это не может быть просто так, вот, 4, 3, 2, и обрыв предложил, что, наверное, имеется некоторый объект, он обзал Омега, которые по массе отстоит на 150 от предыдущего. Он написал и буквально, ну, я не знаю, через сколько там месяцев, быстро довольно, быстро, через год, был открыт объект, сам экспериментатор, был открыт объект, у которого энергия покоя была 1680 или 70 примерно, который точно в эту схему укладывался. Повезло? Или как? Случайно? Ну, и опять, 50-ая разница это была не случайно. А вот интерпретация этого на предыдущей основе мифологии эпифагоризма, она привела вот к этому декуплету. И тут же возникли, значит, понятия декуплет и как тактовать. Протом, нейтрон, вроде обычные, хорошие ребята, у них нет никаких странностей. А у них странное время жизни, То есть они должны были распадаться довольно быстро насчет сильного взаимодействия, да? А они как будто слабое взаимодействие. 10-10 степени секунды времени. В большое время жизни? По амбитарным меркам колоссальное время жизни. В этом странность была? Странность. Треки были, которые были экспериментальной и донесированной. Еще парами там рождаются. Рождение парами. Закон сохранения странности парами. И тот странный, и та странный. Плюс то, что не появлялось отрицательных таонов. Это не было. Скажем, гипероны были и положительно отрицательные, а отрицательных таонов нету. Странные. Вообще какие-то странные. Понятые странности. Ну и вот, видимо, как-то они собратили на двоих Нейманы и Гилман. Независ от них Глишов предложил Тузы. Которые вроде бы Тузы. Да. Глашов, кстати, очень интересно сказал. Вот эта камера пузырьковая, с помощью которой открывали кучу частистов, он назвал очень вредным инструментом, потому что открывает то, что не должно быть. очень вредным инструментом. И, соответственно, возникло... А не Цвеек Тузык предложил? Цвеек, 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 Цвеек Тузык. Глашов. Цвеек. Цвеек. Независимый Гилман. Да, да, да. Нори присудили премию Гилману, поскольку вроде он там больше обоснований было. Он ввел такие понятия о кварках. У протона нейтрона нормальные, хорошие, у и Д верхний, нижний. Вот, прописал нам заряды дробные две трети и одно трети. Ну и, соответственно, для гиперонов Сигма и Ламда к ним кварк странный. С странность. Стрейльщ. Стрейльщ, да. А у Омега минус гиперонов все странные получаются, да, С? Три у Дзета два, а у Сигма и Ламда один. Ну вот получается, что повезло. Или как, Игорь Васильевич? Потому что это же сыграло колоссальную роль. То есть, типа, теория, вот красивая симметрия, вот эти треугольники интересные, предсказывают существование частицы, которой не было. Понимаете? Вот, вершина как бы свободна, давайте поищем. Поискали, нашли. Все, вот все и расслабились после этого. Да, да. Ну, Андрей, но после того, как было введено понятие о кварках, совершенно забыли об эквидистантной разнице между энергией и покоя вот этих поколений. То есть, за этим есть некая основа объективная? Естественно, конечно, конечно. Но кварков нет, получается. вот такая ситуация. Да. Ну, один небольшой эпизод из истории в кинофильме. Один молодой физик, рассуждая на костре, где-то там, рассказал о том, что вот обязательно должен быть обнаружен еще один гиперон, который имеет достаточно большое время жизни и так далее. То есть, он предсказал идею Геллмана. И это было до открытия экспериментального омега-минус, резонанса. Это потрясло всех. В каком фильме-то? По-моему, Девять дней одного года или что-то в этом духе. То есть, художественном фильме? В художественном фильме, да, об этом можно где-то прочитать, я уже где-то не помню. Фильм о физиках. А, о физиках. Да, о физиках. Ну, что-то я не очень помню в Девяти днях. Может быть, может, нет, но где-то вот в этом фильме сейчас можно потом найти. То есть, получается, что в художественном фильме было предсказано существование еще одного... Он прочитал, прочитал, режиссер предсказание Геллмана и включил вот это предсказание в уста своему персонажу. А, вот так, да? Ну, естественно. Это было до... Значит, у Геллмана, конечно, до этого фильма. Это было в течение буквально двух-трех лет. Так, ну, хорошо. Теперь возвращаясь к тому, что когда я стал заниматься методологией, соответственно, меня поразило ну, явное несоответствие. Элементарный заряд у электрона один, у таона такой же, у миона такой же, у пиона такой же, у протона такой же, у гиперонов такой же. Как так? У всех один элементарный заряд. Ну, и когда я стал анализировать соответственно фундаментальные константы, то обнаружил наряду с другими это было предсказано и не только мне для себя, но и вообще это было не очень значит, неизвестно. После методологический элементарный заряд это есть константа субстанции. Постоянный планка констант субстанции. Эрклицинга констант субстанции. Она одинакова и для протона, и для электрона, и для миона, и для пиона, для всех. У H никаких других H пополам, вернее, H на 3 или H на 7, никаких других, одна константа H, другой нет. У Эрклицинга только одно значение Ро и Альфа, никаких других констант субстанции нет. Ни пополам, ни на 3, ни на 4, значит, элементарный заряд не имеет дробного значения. Это констант субстанции. Как это может быть у кварка 2,3 1,3? Это бред. Это значит разделить H на 3. или на 9. Но это невозможно. Это невозможно. Потому что это константы субстанции, которые едины и единственны. Поэтому даже на основе значения заряда кварков понятно, что это выносил, который никакого отношения к реальности не имеет. Никакого. Соответственно, я решил установить, а вот эти АБЦ резонансы ТАО 725 А1, которые были признаны ложными и отвергнуты, они-то в принципе, несмотря на то, что их в таблицах нет, они-то существуют или нет? Ну, я встал на основе методологии, что имеется один конституент, имеющий энергию покоя 35 МФ, и все остальные структуры являются комбинаторикой. количество гармоник в шубе и керне. Поэтому у меня уже создалось после изучения миона, пиона, протона, нейтрона, вот этих уже объектов, о которых мы говорили, четвертая уверенность в том, что имеется некоторая комбинаторика, и из-за того, что все остальные фундаментальные структуры не очень устойчивы, то они преобразуются конечно к электрону либо к протону нейтрону, но они все равно состоят из одного единственного конституента, который есть у субстанции. У субстанции имеется один 35 МФ. Значит, метод осталось составлять. Допустим, шуба какого-то объекта имеет структуру две гармоники. Какой может быть керн? В два раза больше, в четыре раза больше, в шесть раз больше, в восемь раз больше, и так далее. Написал соотношение, написал соответственно энергии, которые соответствуют этим объектам, и посмотрел в таблицах. Оказывается, они есть. И они все есть. Даже вот в этой книжечке, у Шехтера, они были все обнаружены, но они были обнаружены как требующие дополнительного обоснования. Значит, и 725-й тут есть, вот все описано, и все остальные. Значит, я понял, что, в принципе, все эти объекты есть, и нужно лишь просто сопоставить структуры керн шуба и провести классификацию на основе состава гармоник в шубе и состава гармоник в керне. Понятно, да. Дополнительно к этому, дополнительно к этому, было небольшое вступление к обоснованию заряда магнитного момента плюс-минус заряд плюс-минус магнитный момент. Что это такое? Я установил, что магнитный момент не только заряд, но и магнитный момент является элементарный магнитный момент фи нулевое. Элементарный магнитный поток фи нулевое, который был экспериментально обнаружен. Оказывается, и он есть просто корень квадратный из постоянной планки умножить на R Клицинга и корень это делить на два. То есть это две константы субстанции, у которых нет дробей. Пополам, ни на три, ни на четыре это константы. Фундаментальные константы электромагнитной константы субстанции. Это элементарный поток. Элементарный поток и элементарный заряд. Один электрический, другой магнитный. Происведение того на другое дает аж пополам. Ну и соответственно в это время возникла у меня мысль или вопрос из чего сформированы все объекты? Из чего электрон? Из чего протон? Из чего мион? Из чего пион? Из чего? Из чего гипероны? Из чего таоны? И так далее. Из чего? Первый вопрос. Второе. Кто сформировал эти объекты? Кто их формирует? Эти же не рождаются, не появляются и не пропадают. Они формируются, образуются. Есть какая-то технология формирования этих объектов. Из чего-то кто то формирует эти объекты. Никто. Никто ведь ни в Японии, ни в Израиле, ни в Америке ничего другого кроме электрона создать не может. Это не экспериментатор создает, это кто-то другой. По тусторонней это не может где-то в море Дирака. Это кто-то здесь и сейчас. Второе. По каким технологиям? Какие технологии у него? Я уже слышал, что это будет вращательный волновой процесс, плюс элементарная гармоника, она должна в результате какой-то комбинаторики формироваться в симметричные структуры, динамические. Ну и последнее. Какие метрики вот этих объектов? Оказалось, что они давно известны. Это скорость света С, постоянная планка H, волновой сопротивления Клицинга и Ро, волновой сопротивления пространства, известные из радиотехники и альфа, констант альфа, постоянной структуры. Если добавить сюда энергию, покой электронов, поставятся пять констант, кроме которых ничего не нужно, чтобы сформировать предварительные соображения о том, что представляет структура всех фундаментальных объектов. Это было первое соображение. Второе соображение заряд плюс-минус, магнитомин плюс-минус. Это объективно. У протона заряд плюс, у антипротона заряд минус. Чем объясняется наличие вот такого свойства плюс-минус, отталкивания, притягивания и так далее. Ну и соответственно структуры электрона у меня возникла структура некоторая не структура, а некоторое представление о том, что необходимо в какой-то степени разобраться в том, а какие свойства того, из чего это сделано, какие свойства конструктора, который это делает, и какие свойства конструктора, который действует по своим технологиям. Ну, стал заниматься естественно историей, и вот в это время пришлось простудировать полемиков Бетхевича и его сторонников с Френкелем, Йофи и их сторонниками по поводу эфира. после вот этой полемики в 1932 году началась она практически закончилась где-то в 1953, ну, есть особые устои, обстоятельства, не будем о этом говорить, но и Миткевич написал книжку «Основные физические воззрения». то есть он вопрос задавал «Вот есть магнит и есть пространство между магнитом, есть взаимодействие магнита с куском железа». «Между полюсами магнитов пространства». «Вот там что-то происходит, он говорит, да? при взаимодействии». «Да, или там ничего не происходит». «Да». «И кто ответил по поводу того, что вопрос бессмысленный, все равно спрашивалось какого цвета меридиан, да? «Да». «То есть там была там группа Йоффа, Ландау, вот они вот такой точкой...» «Френкель, Ландау, ну, там очень много было». «Там тоже к ним привыкало». «Да». «Ну и соответственно мне попалась книжечка довольно уважаемый профессор Михаил Васильевич Терентьев «История эфира». Терентьев. Профессор или доктор наук И.Я.И. Это был 1999 год. Институт ядерных исследований. 1999 год. «История эфира». Это была первая книжка представителя официальной науки, в которой признавалась эфир. Ну, как историческая сущность. «Историческая сущность». Ну, в том числе он цитирует Уитекера «История теории эфира и электричества». Уже у нас потом была переведена эта книжка Уитекера, двухтомник. И меня поразило то, что Уитекер правильно сформулировал «История теории эфира и электричества». Свойства электричества нельзя никак было отделить, поставить между эфиром и электромагнитными явлениями какую-то стену. Это неотъемлемые свойства или атрибут эфира. Значит, все качества электромагнитные – это неотъемлемые атрибуты качества, неотъемлемые атрибуты какой-то среды. Мне слово или термин эфир не понравился по многим причинам. Я уже не буду их переследовать. Значит, во-первых, его отвергли, потом с ним связана коннотация, что-то нечто такое текущее, что-то состоящее, течет, движется, перемещается, струится, струит эфир, ну, из Пушкина, куда-то, в каком-то пустом пространстве. Ночной эфир струит эфир. Пустое пространство и в нем что-то движется. После этого из знаний эфира осталась пустота. Пустота и там ничего нету. Ну, поляр это только. Да. Затем все-таки нужно было как-то трактовать некоторые непонятные процессы, которые имели место в поле. Значит, появилась так называемая теория поля и, соответственно, физический вакуум. ну, и в конце концов это сейчас не спаривается под разными терминами. Кто-то эфир, кто-то вакуум, кто-то среда. Но слово пустота уже исчезло. И поэтому когда я анализирую свойства, то исходя из обобщения всех, я не сам придумал это, из обобщения всех-всех, значит, можно было сформулировать, что, в принципе, среда, которую назвал субстанцией, и является тем, из чего сформированы все объекты. Но тебе прочитаю просто классик, ты их знаешь. Все пространства, которые обычно считаются пустыми, и в которых не чувствуется ничего, кроме воздуха, на самом деле также наполнены и при том той же самой материей, как и те пространства, где мы чувствуем другие тела. Декарт. Со времен Декарта. Далее. Не обращаются ли большие тела в свет, тела и свет друг в друга? Вопрос. Превращение тел, свет и света в тела соответствует ходу природы, которая как бы услаждается превращениями такого рода Ньютон. Понятно. Дальше вот еще одна цитата, последняя. Все более и более начинает казаться, что этот вопрос, главный и великий вопрос о существе эфира, то есть наполняющий пространство среды, из которой должен состоять все телесные вещи и процессы превышает по своему значению все остальные и что познание эфира должно открыть нам не только сущность прежних невесомых, но и сущность самой материи и ее сокровеннейших свойств притяжения и инерционность. Современная физика недалеко уже от постановки вопроса не создано ли все, что есть из эфира Герц. Ну и Макс Вавич не буду читать, значит, Тринский тоже сформулировал представление о том, что должна быть какая-то среда или эфира. Ну да. Я это назвал субстанцией и к гармонике 35-МЕФ я добавил важнейшее свойство субстанции, что все качества или свойства, которые приписываются пространству, на самом деле есть свойства и качества субстанции это трехмерность. У пустого эфира свойств нет ни трехмерности, ни однородности, ни изотропности. У пустого пространства вообще ничего нет у пустоты. Почему представление-то есть? Физически да, мы не можем померить, а представить-то можем себе. Ну хорошо, ладно. А это свойства трехмерности, однородности, изотропности это свойства субстанции. А наименьшее, которое... Она ничего не заполняет, она просто есть. А пространство есть наименее возбужденное состояние субстанции. И у него это и свойство. Да, правильно. Если мы назовем пространством наименьшее состояние субстанции, наименее возбужденное, то это и будет пространство. И соответственное свойство пространства, времени, движения, изменения взаимодействия – это качественные свойства субстанции. Субстанции по своим… из неё формируются все объекты. Она сама формирует объекты по своим закономерностям, по своим метрикам, и, соответственно, свойства заряда и магнитного потока – это есть интегральные характеристики объекта электрона, интегральные, которые основаны на понятии киральности. У электрона, как трёхмерного объекта, имеются три степени свободы, три проекции момента импульса на три взаимно перпендикулярные оси. X, Y, Z – трёхмерный. Значит, спим направлен по оси вертикальной Z. И имеется возможность, если X направлен вот так, то это будет, скажем, правый объект. Если мы направим вот так, это, значит, площадь своей стройки, а это будет площадь своей стрелки, значит, имеются две возможности – левая и правая возможности. Значит, я назвал киральность левая и правая. Если направления спины и магнитного момента совпадают, это будет правая киральность – положительный заряд. Если, например, спина и магнитный момента противоположные, это будет левая киральность – отрицательный заряд. Зарядов нет, это просто интегральная величина. То есть искать плотность заряда внутри электрона бессмысленно. Там нет этих зарядов. И у протона то же самое. И на основании этой, значит, модели или принятия тезиса о гармониках и киральности всё, все объекты, которые можно комбинаторикой сформировать, они более-менее сформированы. Значит, имеются, соответственно, шеренги, объекты, у которых постоянно шуба, например, 3 четверти, как у миона, это все таоны, это 10, у которых шуба равняется 1 в пионном измерении, значит, это все, это реценанс, ну и так далее. Керн меняется тоже дискретно, соответственно, 6, 12, там 9 и так далее. Это изо-керны. Но имеется, соответственно, соотношение между... И изо-керны. А? И изо-керны. И изо-керны. У них керн одинаковый. Это ваш термин. Да, изо-квоты, это одинаковая шуба, изо-керны, одинаковые керны. И имеется соотношение между числом гармоник в керне и шубе. R равняется K делить на Q. Но здесь можно такое вспомнить аналогию. Вот у нас есть и изобары. Ну да, абсолютно. Вот я просто оттуда взял вот это понятие. Только у вас не нуклоны там и протоны... А число конституентов в шубе и керне. Значит, я с вами сделаю еще раз, Андрей. Приведите, пожалуйста. Ты абсолютно прав. Вот абсолютно прав. Ну, что тут быть, я просто спросил. Значит, просто берем какие-нибудь два изо-керна. Вот пример. Да. Приведите какие-нибудь примеры. Два изо-керна. Ну, давай сейчас мы приведем два изо-керна. Сейчас. Короче говоря, изо-керна, вот пример. И вот по каждому понятию, по примеру, чтобы сразу было понятно, о чем нет речи. То есть сейчас будем устроить классификацию на основании того принципа, да? Ну, вот пример, значит, пример. Изо-кфоты. У них постоянно одинаковая шуба. Это таоны. Все таоны. Какие? А, все таоны. Все таоны. Вот это все таоны. Вот они вот все-таки тау. Это 497. Это 1777. Это 1730. Вот они все, точно. Это все изо-кфоты. Давайте посмотрим. Что у нас получается? У нас по горизонтали это одинаковая шуба. Одинаковая шуба. По вертикали одинаковая керна. Да? Да. А вот эти линии, это изорилы. У них одинаковое отношение ку к ка. Отлично. А что получается? Гениально. Получается, вот у нас есть структура частиц. Да. То есть как мы ее получали? Мы брали энергию, делили на 35 мэр. Да. И там смотрели, сколько чего где. Да. Так. Значит, мы знаем, например, где шуба, где керн. Да. Там еще нам помогли некоторые экспериментальные данные. Конечно, конечно. Так. И теперь мы просто тупо ставим частицы вот в эту сетку. Правильно? То есть вот это получается здесь изокерны, здесь изоквоты. Да. Так. Каким-нибудь изокерны просто как пример приведите, пожалуйста. Каким знакомым. Изокерны? Да. Ну, сейчас тебе. Это уже... Ну, скажем, у протона есть изокерны какой-нибудь? У протона изокерна это 957. То есть у него 24 гармоники в керне? Абсолютно. И по энергии покоя 957 близко к энергии покоя протона. 938 близки. У них чуть-чуть отличаются энергии покоя. Вот это резонанс, это резонанс, это греческая буква, это резонанс и протон, да? И протон, да. Это изокерна. Да, у них 6. У них 6. 6 чего? 6. Изокерна 6, 6 у них. Керна 6 в структуре. А, это вы присваиваете цифру 6, да? 6 пионов структур. 6 пионов структур. Да. Так, понятно, да. 6 пионов структур. Угу. Так. Вот, вот изокерна. Тау 6. Это 6. Расположили. Да. Расположили. То есть у нас есть количество... Гармоник в керне, количество гармоник в шубе. И все, четко расположили в таблицу. И видим изорево, да, вы называете? Это изорево. Одинаковое отношение. Одинаковое отношение, да. Числа гармоник в шубе и... Керна в шубе. К делить на К. Да. Это К. Это К. Так. Дальше. И вот это получается вся таблица. Вся таблица. Вся таблица частиц получилась. Да. Вся таблица частиц. Гениальное отношение. Это, знаете, как называется? Это не то, что Нобелевская премия. Это, вот, за это надо просто память при жизни ставить. Андрей. Да. Значит, берем вот этот... Просто, как только увидели структуру частиц, как только увидели структуру, верно здесь, да? Да. Сразу таблица, так сказать, автоматически... Естественно. Глистификация частиц сразу пошла. И вот эти вот все, которые нету в ПДЖ... Вот первые, первые. А, Б, Ц. Вот он есть. И сознательная энергия та же самая. Та, которая предсказана. 320. То есть вот он оризонтали был. Да. В современном ПДЖ его нет. У Шектера он был. Да, у Розенфельда был. У Розенфельда. Да. Кополов его выкинул. Кополов выкинул, потому что... А сейчас он есть. То есть из него как-то... Его нельзя... Это именно через кварки интерпретировать. То есть... Он никак не укладывается. Не укладывается. Не укладывается. Его не слепишь из кварков, правильно? Никак. Не слепишь из кварков. Он вообще ложный с точки зрения КПЛО, с точки зрения кварковой модели. Ложный. Однако вот буквально сколько там... Наверное, года четыре назад на семинаре в МГУ на факультете, не факультете, а вне ядерной физике, они обнаружили его в ОБЦ. Есть вот он. Доклад этот был. Та он. А вот как вот ложный, понимаете? Ну, хорошо. Ну, значит, это что, как бы не эффект, а дефекцию? То есть эксперимент говорит, что он есть. Есть. А это говорит, что его нету. Да. То есть как раз в полном соответствии с принципом Гегеля. Да, если факт не укладывается в теорию, тем хуже для факта. Ложный. Он есть, но вроде он такой, что вот его можно вроде выкинуть. Он ложный. Вот он как кто-то притворяется. Что значит ложный? Вот если мы скажем, что это как бы дефект, это как бы ошибка аппаратуры, там что-нибудь... Это одно. Они приписали это кинематическому, значит, дефекту, который возникает при таких... Какое это было бы основание? Совершенно... То есть как бы это мы что-то такое видим, но верить этому не надо. Да, это не резонанс, это просто кинематический дефект, который вот... Ну, то есть это не эффект, а дефект, получается. Да, да. Ну, понятно. Ну, это, например, А828. Значит, у тебя, у вас, значит, вот эти вот, мы теперь берем, у вас все вот эти вот резонансы, эти частицы, которые были открыты, все сюда уложились? Да, вот там... Да, А828, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, ну, что он вот на этом пересечении. Все. Все есть. И чего-то, наверное, еще не было, да, когда вы это строили? Вот это практически все было. Все было. Ну, а там можешь что-то предсказать-то? Да, конечно. И вот они, вот эти все, вот эти все, вот они все, которые выкинули, а потом их ввели, сейчас Сигма. Они вот все тут есть, вот они, вот они, раз, два, ну, все вот, все эти, они вот эти, все проявляются. Ну, вот интересно, вы же там что-то еще предсказывали, правильно? Да, да. Чтобы потом было открыто. Да, в 94-95 году, когда я стал писать, значит, после открытия ПСИ и ЖПСИ, Тингом и Рихтером, значит, Рихтер создавал два электрона и открыл ЖПСИ и ПСИ, 3 ГЭВА, 3,97 ГЭВА. Значит, два электрона 0,511F при большой энергии способны сформировать все, что угодно. ПСИ, G-ЖПСИ, ну, и, соответственно, через два года Рихтероман открыл в экспериментах и ПСИЛорезонансе, это в районе 9,9. Игорь Васильевич, надо понять это. Как мы раньше говорили, что ничто из ничего не получается, и ничто никуда не исчезает, именно структурно, не по энергии. С энергии все согласны, что с энергией баланс хорошо сохраняется, когда казалось, что баланс энергии нарушается, ее решили через нейтрино. А теперь что получается у нас с вами? Помните, мы говорили, что если распадается частица, давайте будем искать конституент, который там находится. А теперь электрон. Сталкиваются два электрона. У нас там две гармоники, и тут две гармоники, правильно? А рождается много чего. Формируется, да. Формируется. Вопрос. Получается вот что. Что такое гармоника? Это какая-то энергия вращательного движения. Да. То есть получается, вот я правильно понимаю, что смотрите, откуда берется-то все? Берется вот откуда. У нас есть энергия кинетическая поступательного движения. Поступательного движения, правильно? Да, да, да. И вот из нее, из энергии поступательного движения рождаются новые гармоники, неправильно понимаю, да? Из энергии рождаются. Две гармоники электрона, две гармоники позитрона друг в друга влетают. и у них возникает состояние, мгновенное состояние вроде нулевого движения. Значит, энергия, поскольку у них была большая энергия вращения, то они начинают в этой точке соударения, импульсы сонаправлены, соударение абсолютно неупругое. Они начинают друг с другом взаимодействовать, и поскольку энергия каждой гармоники велика, энергия-то при разгоне. Это энергия-энерго-гармоника. И какая энергия-то? Кинетическая? Кинетическая. В смысле, я имею в виду? Ну, она и есть энергия гармоники. Энергия вращательного движения или энергия поступательного движения. Вот о чем речь. Смотрите, мы же вот это сталкиваем электрон-позитрон, так? Ну, фактически, фактически это получается энергия поступательного движения. Поступательного получается. Да, потому что одна скорость такая, другая такая, и скорость поступательного приближается к скорости вращательного движения. – Мы говорим, что высокий энергичный электрон. – Его скорость приближается к скорости света. – У них скорость большая. – Да. – Значит, мы говорим об энергии поступательного движения. – Конечно. – И вот именно, извините, получается, опять я вопрос задаю. Вот эта энергия поступательного движения как-то трансформируется в энергию вращательного движения? – Нет, она не трансформируется. – А как тогда? – Ну, он же движется вот по такой спирали. Так, и, короче, откуда берутся гармоники лишние, понимаете? Вот они соударивались, и тогда эти гармоники, две или четыре, да, у которых огромные энергии, они начинают размножаться в два раза, в три, в четыре, в пять, распухают. Число гармоник распухает. Электрон-позитрон. Да. У нас, соответственно, тут две гармоники, тут две гармоники. Да. Разные киральности. Да. Они сталкиваются. Да. Так, и вот они как, прямо начинают размножаться, из-за чего? То есть вот откуда энергия? Ведь гармоника, по большому счету, это энергия вращательного движения. Потому что... У нас колебательно-вращательный процесс. Потому что такой свой субстанции, что в состоянии покоя, они удались, вроде состояния вырвана нулю. Так в этом состоянии у субстанции имеется только одна устойчивая гармоника, 35 мев. Она начинает от избытка энергии вот этого вращения, начинает делиться, соответственно, в два раза, в три, в два, в два, в два. Нет, нет, я не понял. Давайте еще раз, Юрий Васильевич. Это важно, мне кажется, понять. Вот если в общаге... Андрей, вот еще раз, подождите, подождите, секунду. Имеется начальное значение, исходное состояние. Это когда столкнулись электрон-позитрон, две гармоники того и другого. Нет, вообще-то они и пронигилировать могут, правда, если они не движутся. Если энергия покоя мала, то они анигилируют два фотона. Да, так. Два фотона, ну, чаще всего. Если энергия достаточно должна сформировать два миона, два миона формируются, плюс-минус. Откуда берется гармоника? Еще раз. Еще раз. Когда сталкивается... У два миона уже три, получается, гармоники. Да. Значит, получается, было 2, 2, 4, рождается два миона уже 6, 3, 3. Да. Откуда еще две гармоники? Ниоткуда. Значит, как они возникли? Еще раз, я Андрей повторяю. Да, да. Имеет случайное состояние, имеется конечное. Число гармоник и там, и там абсолютно точно известно. Известно. Имеется переходный процесс трансформации или формирования этих гармоник из двух до, скажем там, трех. Или четырех. Я по поводу этого переходного процесса тебе детально ничего рассказать не могу, потому что он экспериментально не изучен. Это сложный процесс, я могу представить. Значит, получается, что мы пока вынуждены признать, что как бы гармоники, вот как вы говорите, размножаться начинают. Да. Им хватает энергии, потому что была энергия поступательного движения. Конечно. Конечно. Я правильно говорю, что энергия поступательного движения переходит в энергию вращательного движения? Не правильно? Что в процессе образования гармоник, энергия тех двух гармоник переходит в энергию вот этих, там, сорока или шестидесят других гармоник. Формируются гармоники, а их энергия, есть энергия первичных гармоник. Понятно. Я все-таки переверну первично процессы, объекты, а не энергия. Вот процесс имел энергию. И при преобразовании или формировании другого, эта энергия сохраняется. Но не из энергии гармоник, они формируются из гармоник. Гармоники из гармоник. Размножаются гармоники с соблюдением процесса, закон о сохранении энергии и так далее. Это можно вполне принять. Естественно, требуется детализация, но это очень сложно, мне кажется. Так вот сразу, конечно, мы не можем... У меня простых объяснений, у меня пока нет простых объяснений. Это вопрос. А теперь это слово предсказания. Так, да. Значит, вот имеется, соответственно, G-C, F-C и Y-резонанс, который обнаружил Ледерман. А в этой области ничего не было известно. Ну, давайте так покажем. В какой области мне было известно? Вот в этой области, вот в этой. Вот здесь. А сейчас тут известно. Один был известен, B. А сейчас тут известно. Вот я в 1995 году написал книжки, что должны быть такие-таки резонансы. Я указал, что в области вот этой вот, вот этой изокерны 36 и 48 должны быть какие-то резонансы. Вот 18 были открыты, вот эти 18, 24, а вот 36 и 38 были открыты. И они тоже должны быть открыты. Такие-такие-такие-такие. Как Меделеев предсказал новое. 494. Вы представляли новые частицы. Проверили эксперименты и через там в течение 15 лет уже прошло, или 20, они все открыты. Вот они все открыты, вот здесь они. А вот на чем основывалась ваша уверенность? Смотрите, вы разместили сюда частицы, которые были известны. Да. Вот в соответствии с количеством гармоний в перми и в шубе. Да. Ну а почему здесь-то должны быть? Может быть, таких просто нет. Вот такие есть, таких и такого нет. То есть, с чего вы взяли что-то здесь тоже что-то? А потому что субстанция, она человек, или человек, конструктор, который следует своим закономерностям. Наиболее устойчивость структуры, или числи, которые она любит, это 3, 2, 6 и кратные шестерки. У протона 6 пионных структур в керне, R равняется 6. У нейтрона такое же. Абсолютно устойчивое. Это нужно правило формировать, формулировать. Это не правило, это закономерности. Правило можно придумать. Хорошо. Значит, нужно закономерность сформулировать, правильно? Я сформулируюсь. На основании какой закономерности вы сделали такое предсказание, правильно? Что соотношение R, значит, керн 6, он такой достаточно, вот он керн 6, вот он керн 6, сейчас покажу. Значит, он достаточно обеспечивает стабильность протона и нейтрона. 12, то же самое, устойчивое. 18, GFC, 24, FI, и FI, он 72. Все кратные шестерки. 24, 18, 24, 72. А между ними кратные шестерки 36 и 48. Здорово. И шестерки. Здорово. Только, только, только. Нет, это здорово. Потому что вы просто... Я бы это написал. Вот оно, да, 36 и 48. Мы видим закономерность определенную, правда? Конечно. Пустая кетка. Конечно. Должно быть. Конечно, да. Но откуда взял 18? Вот почему GFC такой устойчивый? Потому что 18. Почему GFC такой? Потому что 24. Почему Y вот таких вот? Потому что 72. Понятно. Здорово. Отлично. И вот это... Значит, вот она таблица. Вот она систематика. Систематика полная, абсолютная. Которая, значит... Вот все, которые предсказаны здесь... И главное, можно сказать, что чего нет, правда? Чего нет, значит, между... Базон Хикса. Его тут нет. Нет его. Дубль в обозон. Его тут нет. Правильно? Ну, Андрей, последний, небольшой штрих, да? Штрих небольшой. Нет, так в том-то и дело, Юрий Иванович, надо понять, как вот умудряются открывать то, чего нет. Ну, нет. И давай взять Нобелевский премию. Вот это потрясающая вещь, правда ли? Андрей, вот маленький штрих, да? Вот, мы говорим, тау-тето. Да. Как же так, значит, один распадается на два пиона, а другой на три. Ну, бред, это такого быть не может. Но сказали, что, да, вот, например, если тау-ноль, то у него время жизни небольшое. А вот эта-ноль, время жизни там в сто раз меньше. Быстрее распадается, значит, тета-на-два, а тау-на-три. Это какое-то такое. А для заряженных, та вот эта, сказали, что это одна частица, если там, значит, Эль, значит, короткой жизни и длинной жизни разделили. А для положительного, вроде бы, это одна, один объект. На самом деле, два объекта, а я говорю, почему? Потому что их нельзя различить ни по массе, ни по времени жизни. А на самом деле... А потому что они структуру не видели. Они видели массу, они видели время жизни. Они видели структуру. А структура разная совершенно, поэтому разные частицы. А в сумме, вроде бы, одинаковые. Провели эксперимент, Андрей, и вот в настоящее время масса одного вот такая, а масса другого вот такая. Два разных объекта. Все. Их различили. Но об этом не написано. Ну а сейчас тогда получается, что это, значит, противоречит. Но это эксперименты, вот они, вот они. Это достоверно. Это тау, а это тета. Нет, ну так это, значит, нужно отдельно говорить, как стандарт модель, когда выкручивается отсюда. Не знаю. Понятия не имею. Они же даже сказать... Молчок, но молчок. Это массы разные. И время жизни них разное, Андрей. Вот одно и второе. Это подожжет. Это отдельно говорить, когда отдельно обдумываю. Как они будут выкручиваться. То есть, они скажут, за пределами стандарта модели. Нет, что-нибудь. Скажут, экзотически аномальные. Экзотически аномальные, да. Так, Юрий Ахичевич, потрясающе. Значит, по структуре. Ты-то он двоечник, у него R равняется 2. А тау, троечник, у него керн 3 и шуба 3 четверти. Так вот, двоечник распадается на 2 пиона, а троечник на 3 пиона. И все нормально. Никаких проблем нет там. Никаких проблем. А там почему? Нарушение четкости. Нарушение цп-симметрии. Цп-симметрии там, да. Да, да. Откуда? Все симметрично. Все ясно, да. Поэтому, вот когда я так прошел, задал вопросы, природа аномальная, ложная, экзотическая, фиктивные поля. Ну что, нету, ну ничего нету. Она такая должна быть, Андрей. Понятно. Ясно. Причем это вот, когда я классификацию провел такую, ну все, ну, меня это прям поразило. По методологии, по мировоззрению, природа, гармоничная, симметричная, объективно, простая по своему устройству. Там нет ничего ни ложного, ни экзотического, ни аномального. Ни фиктивного. Ни фиктивного. Понятно, да. Ну здорово. Нет, вот я считаю, что, конечно, мы потом это покажем, да, вот мы потом это сделаем. А я тебе тогда перешлю эти картинки все. Я к тому, что надо будет потом отдельную картинку сделать, чтобы люди посмотрели. Хорошо, я тебе перешлю все эти картинки. Да, 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 да. Вот. Ну замечательно. Тогда, можно сказать, мы сегодня уже обсудили. Да, что добавить хотите еще? Или уже будем тему обсудить? Андрей, значит, столько много добавок, что, в принципе, это нуждается какой-то такой особой детализацией. И для неподготовленного слушателя это будет очень тяжело. Понятно. Но в целом понятно, да? То есть вы, по сути, делали работу, ну я бы сказал, даже, может быть, смотрите, давайте сравним с Менделеем, да? Вот он берет, выстраивает элементы химические, видите свободные клетки, да? Но клетки, просто вот они, скажем, находятся в определенном столбце. И он говорит, должны быть какие-то химические свойства, да? Но все-таки какого-то такого, вот, какой-то закономерности такой, тут даже как бы и нет. Просто есть свободная клетка, не поискать ли там. А вы не просто видите свободную клетку, вы говорите, есть экономерность. Конечно, конечно. То есть даже получается еще круче, чем у Менделеева. Андрей, ну вот смотри, давай возьмем, простейший пример, не опразил. Вот Омега. Семьсот семьдесят восемь, Аглича, давно известна. Значит, у нее шуба два, керн четыре. Фи тоже два. Значит, это Фи шесть. А Фи четыре, Фи четыре это будет, значит, резонанс десять, значит, десять двадцать. У нее два и четыре. А у этого два и три. Значит, у него, получается, здесь керн четыре, а здесь керн шесть. Имеются распады на пионы. Как этот пион распадается? Что, что еще раз? Как это распадается? Какие моды распада в этом пиону? У которого керн четыре. А R равняется два. Можем посмотреть, какие там гармоники, да? Ну, понятно. Две пионные структуры в шубе и четыре в керне. Да. Значит, получается... R равняется два. На что распадается? Шесть может получиться, да? То есть, две плюс четыре может быть шесть. Двоечник два, четыре и два. Либо на два, либо на четыре. На три вообще нет. Он двоечник. Нет, сейчас, минуточку. Вот сколько пионных структур толпа получается? В шубе два. В шубе два. В керне четыре. Четыре, да. И отношение четыре к двум два. А, по отношению берем. Понятно. Да. Он чистый двоечник. Ну, это вы так называете. Да, но получается... То есть, мы берем отношение еще. Да. Ну, это уже следующий вопрос будет. То есть, это уже следующая закономерность. Правильно? Понятно. Значит, он распадается на что? На два получается. На два. Он двоечник. Троек нет. Это опять ваша закономерность. И на четыре. Вы ее усматриваете вот здесь, закономерность. Да, я просто проверяю. Должно быть. Проверил так. Понятно. Можно проверить, Андрей. А этот, а этот, два, шесть отношения, шесть, два, три. Троечник. На что распадается? Как я имею шубу, на керне шесть. Значит, на три получается. А на два, на четыре вообще нет распадов. Понятно, да. Вот мы возьмем табличку, да? И можем посмотреть. Если хочешь, давай посмотрим. Ну, понятно. То есть, и там это все есть. Ну, естественно. Хорошо. Давайте на этом закончим, Юрий Васильевич. Тогда в следующий раз мы уже поговорим, наверное, про ядра, что ли, получается? Или как? Да. Андрей, вот теперь идет здесь. Таоны. Значит, таон. Вот это тау. А это вот таон первым. Так называемый лептон. На самом деле, у него масса точно или энергия покоя точно соответствует вот этим всем параметрам. Вот эти параметры. Значит, три четверти у него шубы и 12 у него, вот 12 керп, это устойчивый. Ну, можно проверить даже. Если возьмем, скажем, 35 меф 48,3,51, значит, 35 на 51 получим массу или энергию покоя какое? 1777. То есть, то, что вот называть лептоном. То, что... Да. Никакой не лептон. Не лептон, а... Распады его... У него распады на 95% такие же, как у этого Таона. Понятно. На 95%. Ну, какой же вот лептон, когда у него куча кармоник там не было? У него полно распадов. Причем, огромную роль в их распадах играет мион. Структура керна, шубы. Мион в распадах и этого, и этого. Понятно. То есть, никакой это не лептон. Проясняется картина, и действительно, как будто мы осветили неким таким светом, да, вот этот зоопарк. Есть. Эту зоологию. Конечно, да. И у нас появилась некая логика, да, некая красота. Абсолютно. Некая симметрия и закономерность. Ну, все тогда, на этом мы сегодня закончим. Ну, я думаю, на этом мы можем закончить, потому что имеются многие более мелкие детали, о которых знают только профессионалы, которые занимаются. Я не хочу даже их обсуждать. Ну, да. Но это надо будет потом уже в более продвинутом курсе аккуратненько все обсудить, изложить. Подробно, на многих лекциях рассмотреть и эти, и эти, и эти, и протеоны, и прогипероны. Вот я и говорю, два поколения еще. О которых я вообще слова не сказал, понимаешь? Будет все это осваивать. А там можно говорить еще очень много о гиперонах. Да, да. Ну, интересно, очень интересно. Одно замечание, Андрей. Ну, мы так никогда не закончим. Масса, масса, ладно. А вот магнитный момент. Да. Кондовая теория не предсказала ни одного магнитного момента правильно. Они все были неправильные. Вот у меня имеется формула для всех гиперонов, точно одна формула, которая точно, ну, не точно, там, плюс-минус 5 процентов. Ну, чуть-чуть там, да. 5 процентов. Дает значение экспериментального измеренного магнитного момента всех гиперонов, которые измерены. Понятно. Но вы хотите об этом поговорить в следующий раз, или все-таки о ядрах? Не, ну, давай. Ну, решим. Мы решим, да. Решим, да. Что-то более интересное, поговорим. Хорошо. Спасибо большое, Юрий Васильевич. Да. Да. Тогда до следующей встречи. Я вспомнил, как я к этому делу шел, как я, господи, ну, как же это, ну, это же не может быть, вот же оно есть. А как-то, какие-то есть эпизоды такие вот именно переживания, вот сомнений? Да, конечно. Вот когда вот выкинули, ложный резонанс у Кополова. Как так ложный? Да мне это было такая неожиданность. Есть вот книжка Шехтера, есть книжка Борошенко. Это сечение взаимодействия элементарных частиц, толстых, груз-бух. Там все это есть, вот все, то, что выкинули. Сигма-резонанс. Их там не один, а их там вот сколько. Раз, два, три, восемь. И они все есть. Нет, это потрясающе еще с точки зрения методологии, понимаете, потому что стандартная модель гордится тем, что она типа все описывает. Как же все? Она выбрасывает то, что есть, и считает это ложным. Она просто, можно сказать, с прохрустного ложа кладет вот эксперимент и все. Юрий Васильевич, давайте на сегодня закончим, тогда хорошо. Все, тогда до следующих встреч.